здравствуйте хочу сегодня представить вашему вниманию вот такой вот браслетик очень нарядный очень торжественный и на мой взгляд очень красивый на руке смотрится просто шикарно смотрите я правда не могу сама застегнуть себе но ничего вот или можно так носить или можно носить какую она значит нравится больше сторону значит смотрите плетется этот браслет плетение в крестик мы с вами уже много раз проходили много изделий делали в крестик вот ну какие я использовала здесь материалы вот эти вот бусины бусина где-то между 7 и 8 миллиметров значит но это вот у меня остатки бусин сваровски вот осталось у меня их несколько штук вот эти вот биконусы биконусы не знаю видно нет сейчас я вам покажу значит смотрите вот эти биконусы вот это 8 миллиметров вот такие вот вначале здесь маленькие биконусы 4 миллиметра но в принципе можно обойтись и без них если у вас достаточное количество больших биконуса то можно продлить и до самого конца вот такое плетение значит что еще вот такие маленькие бусиночки два между два и три но даже ближе к двум наверное будем считать их за два миллиметра и вот такие вот маленькие тоже гематитовые бусинки и всего тут у меня три штучки ну тоже два миллиметра плела я вот таким вот бисером я уже вам показала очень мне понравился бисер ровненький аккуратный чешский бисер номер восемь ну и номере 80 20 плела я вот на такой вот лески но в принципе можно плести на любой лески 18 0 18 0 20 вот но учтите что вот здесь я в этом браслете три раза добавляла леску потому что на любое плетение в крестик она всегда съедает много нитки много лески ну и так давайте приступим значит покажу я вам на другом бисере вот на таком голубеньком он не блестящий я его специально купила для мастер-классов это тоже бисер номер восемь может кому понравится вот смотрите 80 64 так ну что для начала мы набираем смотрите 1 2 3 3 бисеринки и один маленький бикона с 4 миллиметра и это в не запускаем и завязываем узелочек так так и начинаем и плетение смотрите если мы ложим биконус к себе поворачиваем то начинаем и плетение вот с этой бисеринки самой правой которая значит так как наш узелок находится слева мы проходим сюда и проходим вот в эту вот бисеринку первую но как я уже говорила плетение в крестик мы с вами уже много раз это делали несколько браслета у меня уже было плетение в крестик смотрите первый наш набор это три бисеринки и проходим сразу в следующую бисерину вот так дальше смотрите у нас получился наш первый крестик это я для тех кто еще не умеет крестик плести первый крестик а здесь у нас имеется для следующего крестика две бисерины поэтому мы набираем всего лишь две набираем 2 проходим смотрите в эти наши две общие бисеринки которые для следующего крестика и сразу проходим следующую бисерину вот мы сделали второй крестик смотрите первый крестик второй крестик и вот начало третьего крестика опять две общие бисеринки набираем еще две и заходим вот сюда вышли и смотрим смотрите значит вот наш биконус ну сейчас я эту нитку обрежу нам не всегда мешает я уже не буду сейчас подпаливать так где-то моя зажигалка 5 делась вот и смотрите мы заходим дальше в биконус зашли в биконус узелочек завязался так что мешает нашему проходу ну ладно и хорошенечко мы это все подтягиваем и смотрите у нас образовалась вот такая вот чашечка для вставления следующего биконуса то есть мы теперь смотрите в биконус прошли проходим в первую боковую бисериночку то которая ближе к биконусу получается набираем следующий биконус заходим в боковинку в боковинку это у нас тренировка потому что когда мы будем вставлять следующие большие биконусы будет ну как бы достаточно но не то что сложно но определенное внимание надо будет иметь и после того как мы наш биконус одели мы заходим опять в наш первый биконус который мы одели в самом начале так и сейчас мы это все хорошо подтянем его видите что наш второй биконус он садится просто вот на свое место видите как прекрасно он сел значит делаем еще раз смотрите здесь мы опять выходим в ближайшую бисеринку к нашему первому биконусу и сразу же проходим вот сюда вот в на этих трех бисеринках мы будем вязать дальше браслет наш так но опять тут мы опять набираем допустим три бисериночки 1 2 3 с обратной стороны смотрите нитка выходит отсюда значит мы сюда с обратной стороны заходим иголочкой подтягиваем хорошенечко не делаем наш первый крестик заходим сразу следующую бисеринку набираем уже 2 проходим и сразу давайте заходить следующую бисеринку набираем еще 2 заходим вот вот сюда так и что мы здесь у меня три было биконуса ну давайте поставим и 3 для закрепления заходим в биконус дальше мы выходим в ближайшую бисерину к биконусу это вот сюда у нее дырочка стоит к верху то есть тут легко запомнить наша иголка выходит вот так вот из биконуса вверх потому что мы будем сейчас сверху прикреплять биконус набираем следующий биконус и так как наша иголка должна идти вниз вот бисеринка с дырочкой которая идет теперь вниз и заходим сразу можно вот так вот у наш биконус мы делаем вот такой вот круг это я объясняю для тех кто не умеет вязать в крестик принципе ничего сложного здесь нет два три раза можно так 4 провязать и в итоге потом уже это все делается на автомате ну вот мы с вами закончили начало браслета вот вот эту часть вот теперь мы начинаем плести то место где мы будем вставлять бикона смотрите здесь дальше внимательно вернее так первый первый набор наш все будет просто так как мы плели и до этого 3 и проходим следующую 2 и проходим следующую вот так еще две набираем проходим как положено для плетения в крестик и заходим биконус в биконус зашли но так как мы сейчас будем привязывать большой биконус то даже видно визуально что вот здесь для него места маловато поэтому смотрите что мы делаем мы выходим но как выходили раньше и вместо того чтобы вставлять биконус выходим опять вот в эти три бисерин очки иголкой ну вернее в первую выходим и провязываем еще один раз ряд в крестик то есть три бисеринки проходим следующую 2 бисеринки проходим следующую еще 2 бисеринки проходим как положено как и раньше ниточка завивается так проходим смотрите дальше идем по кругу как мы шли идем вниз и заходим в биконус в биконус зашли и теперь так как мы будем идти вверх мы проходим в первую бисеринку биконусу вверх набираем еще одну бисеринку вот сюда заполняем вот этот промежуток я же говорю когда вы два три раза это проплетете это будет уже на автомате и теперь смотрите вот у нас появилось место для того чтобы вставить наш большой биконус мы берем и вставляем смотрите вот сюда заходим в первую бисеринку подтягиваем хорошенечко набираем еще одну бисеринку проходим вот смотрите здесь такой промежуточек заполняем она видно куда его вставлять вставляем и проходим в биконус то есть вот мы нашу пер наш первый большой биконус прикрепили и заходим сразу в три вот эти вот бисеринки в три зашли и вышли вот сюда первый наш промежуток получился немножко может быть и большеват потому что смотрите первая наша бисе наш первый биконус он ну маленький вот здесь получилось такое как бы ну расстояние больше чем между биконусами остальными большими поэтому если у вас будет достаточное количество больших биконусов вы можете с самого начала начинать большими вот но здесь мы делаем все то же самое смотрите 1 2 3 как мы до этого вязали 3 прошли теперь набираем 2 заходим боковичок и сюда и сразу проходим следующую набираем 2 проходим так боковичок у нас вот наши три крестика дальше заходим в биконус заходим боковичок и заходим сразу вот верхушечку вот одной из трех вот этих бисерин и дальше опять набираем три так раз два три проходим сразу следующее дальше набираем две раз два боковичок бисеринка с ниткой и сразу проходим следующую еще раз набираем две проходим боковичок от крестика бисеринка с ниткой вытащили и дальше идем просто по кругу идем следующую бисеринку которая у нас тут на виду стоит и заходим биконус вот так здесь мы выходим в ближайшую бисеринку к биконусу смотрим промежуток некрасивый зачем он нам нужен берем бисеринку и вставляем ее вот сюда теперь одеваем большой биконус вот заходим вот сюда одеваем одну бисеринку заходим в следующую у нас сразу в биконус если так крутится если нет то можно сначала выйти а потом зайти в биконус вот и смотрите получается вот такие возле наших биконуса вот такие короны в принципе можно дальше даже ничего не делать такой когда сплетается этот браслет он настолько становится мягкий и подвижный что я вот просто не ожидала кажется такие грубые биконусы и браслет должен быть очень жестким но действительно браслет получается очень мягким вот но давайте я еще один раз вам покажу а потом вы проплетете самостоятельно я покажу вам как сделать так чтобы браслет принял вот такую вот и извилистую форму значит смотрите давайте еще раз мы иголка наша выходит вверх заходим вот сюда в первую из трех бисериночек набираем 3 раз два три и проходим сразу в следующую бисеринку делаем набираем 2 заходим в боковую и потом следующую бисеринку вот так еще раз два заходим так и заходим биконус выходим вот сюда и сразу вот сюда в верхушечку и опять делаем то же самое раз два три 2 2 еще раз 2 и заходим сразу вот сюда вниз вниз и заходим в биконус биконус заходим вот в ближайшую бисеринку к биконусу и в этот промежуток вставляем еще одну бисерину в принципе вы можете вставлять не обязательно такую бисерину вы можете вставлять допустим если у вас будет желание допустим вот такую вот тогда ваша корона будет еще более так бы расширена но это надо поэкспериментировать я не пробовала но в принципе я думаю будет неплохо ай нет что я делаю значит мы вставили выходим вот в этот боковичок то есть в ту бисерину из которой иголка идет вверх вот нитка идет вверх берем наш большой биконус вставляем в ту бисеринку где нитка идет вниз хорошенечко подтягиваем заполняем наш промежуток пустой бисеринкой заходим в биконус и поднимаемся вверх по трем бисеринам и выходим сразу в бисерину из которой будем дальше вязать биконус а смотрите значит я здесь вставила раз два три 4 5 6 7 биконусов но это я еще раз говорю потому что я была в них немножко ограничена вот вы можете вставить допустим 7 9 если вы сделаете 9 биконусов сразу без вот этого начала то будет я думаю неплохо можно будет изогнуть браслет еще раз немножко в эту сторону вот ну вы вставляете давайте вот эти биконусы и встретимся мы когда будет время привязывать вот эту вот бусинку ну вот смотрите мы подошли к тому месту где мы будем вставлять нашу бусинку все делается точно так же хоть и биконус и бусинка имеют разные у нас как бы вид но по размеру они в общем-то являются одинаковыми что толщина вот это вот или ширина будем говорить биконуса что диаметр нашей бусинки они в общем-то одинаковые вот значит что мы делаем мы тут провязали заходим в биконус набираем да так выходим в ближайшую бусиночку бисеринку набираем бисеринку заполняем наш проем и одеваем нашу бусинку заходим в ближайшую сюда бисеринку ведь она становится тут как вкопанная одеваем еще одну бисеринку заполняем про проем заходим сразу в биконус и и возвращаемся по трем бисеринам сразу вверх выходим вверх и дальше три бисерины на которых мы вяжем наш браслет так же они здесь и остались ну вот давайте дальше еще про плечом я получается сплету с вами вместе половину браслета на вторую половину у меня нету биконуса но я вам расскажу и вы сделаете все самостоятельно значит мы тут плетем давайте вставим сейчас две бисерины какой-то че две бусинки как у меня здесь в браслете сделано проходим в бусинку проходим в ближайшую бисеринку с дырочкой вверх и вяжем наш жгутик 1 2 3 сразу в следующую это вам для закрепления материала показываю кто будет плести кто не умеет в крестик плести вот она все очень просто вот так выходим вот сюда заходим нашу бусинку так смотрим выходим ближайшую бисеринку и и опять наше местечко для вставляния бусинки то есть мы вставляем между двумя бисеринками еще одну закрываем наш проемчик берем бусинку нашу заходим вот сюда ближайшую бисеринку так проемчик образовался берем бисеринку заходим сразу не получается тогда заходим сначала вот сюда вниз потом бусинку и поднимаемся сразу по трем бисеринкам ну и давайте вставим последнюю бусинку чтобы уже для показательности и на этом я покажу как дальше мы будем делать стягивание значит так раз-два-три раз-два-три дальше по 2 так 2 еще 2 бусинка так ближайшую вверх и боковичок вот сюда на котором будем плести жгутик 1 2 и 3 и сразу следующее 1 2 боковичок от крестика то основная наша бисеринка и сразу следующее набираем 2 и проходим вот сюда вниз и проходим нашу бусинку так так сюда закрываем проем и и вставляем нашу последнюю бусинку в принципе в принципе вы можете если вам захочется место биконусов сплести этот браслет из бусин хоть одного цвета хоть разного в принципе будет очень интересно так заходим вот сюда и закрываем наш промежуток вот поднимаемся потрем ну и так далее смотрите дальше вы плетете все то же самое в зеркальном вот о чем я говорила смотрите при всем при том что довольно здесь грубые вещи используются довольно толстая леска браслетик получился очень гибкий очень живой но вот это стяк можно в принципе вы знаете смотрите очень даже симпатично если делать его из одних бусин то можно такой браслет уже и оставите больше с ним ничего не делать уже очень симпатично можно смотрите если вы будете делать ну давайте я сейчас вот сюда выйду на эту сторону и покажу вам что делала дальше я вот я дальше смотрите вот здесь значит занимала вот эти вот промежутки вот здесь я вставляла возле белых бусинок я вставляла черные камушки так но так как у меня здесь продолжалось я вставляла 3 их у меня получилось 1 здесь в данные моменты 2 вставляем так смотрите если вы просто с двух сторон в одном и том же сейчас ниточка запутала сейчас распутаю и расскажу дальше я немножко экспериментировала поэтому знаю что будет получаться дальше смотрите если если вы вот все вот эти промежутки просто здесь смотрите как делала я здесь я вставляла в эти промежутки вставляла а здесь стягивала и получается вот такая вот волна если вы будете вставлять допустим в каждый промежуток и здесь и здесь ну и по всему кругу То браслет наш будет тоже очень красивый Но он будет более как бы Смотрите, здесь получилась плоскость у меня А если вставлять камушки с двух сторон То вот эти вот бисерины Они поднимаются И получается такой как бы Округлый браслетик Ну, в принципе, тоже очень симпатично Ну, смотрите, как делала я Можете тут дальше на свое усмотрение Следующие три проема Я просто вот так брала Нанизывала на нитку И хорошенечко подтягивала Смотрите, получилась волна Дальше, для того, чтобы изогнуть браслет в эту сторону Я вставляла здесь вот эти вот Беленькие камушки Опять-таки, я же говорю, все это на ваше усмотрение Большего размера камушки не берите Потому что я пробовала вставлять сюда Порядка три Может, даже там немножко больше было Очень некрасиво торчит И как бы так Не очень, короче, красиво Вернее, даже совсем некрасиво Так, и Вот здесь, так Дальше, как делала я Вот сюда, дальше я Смотрите, вот у нас получилась Вот такая вот уже волна То есть, здесь стянуто Здесь расширено Здесь я вставляла Дальше просто шла по кругу Вставляла вот сюда бисеринки В конце браслета Но это чисто так декоративно Они тоже не играют никакой Такой большой уже роли Так Вот я Давайте пройдем Нет, сюда не получится У нас тут узелок Так Здесь Здесь мы вставляем Что мы вставляем Просто бисеринки Так Раз Так, я смотрю Здесь я пропустила Или что-то Короче, ладно Тут вы поймете Тут все просто Ну и смотрите Если с той стороны Мы вставляли Три Наших камушка То эту сторону Браслета Мы просто берем И натягиваем Ну, не вставляя Камушки Мы просто берем И стягиваем На нитку Ну, если не получается За один раз пройти Это можно пройти И за два раза То есть Осталась уже Короткая нитка Ну, ладно Смотрите Принцип понятен Вот я сейчас Дотяну последний И вы увидите Здесь у нас Получается волна От того Что там расширяется Вот эти наши Проемчики От того Что мы вставили Камушки А здесь вот Ну, естественно Это все Надо очень хорошо Затягивать Тогда Получается Вот такая вот волна Здесь мы вставляем Камушки А эти три Последних Затягиваем Ну, я еще раз говорю Я вот это Белый проем С белыми бусинами В смысле Я хотела Сделать его С двух сторон Вставить камушки Но получается Совершенно Смотрится по-разному Потому что Здесь Идет плоскость Вот Тут, где мы Вставляем Видите Вот браслет Довольно плоский А если Вставлять Камушки С двух сторон То браслет Просто вот так Поднимается И становится Таким же Лобком То есть Ну, нужно делать Или все камушки Или Так, ну что тут У меня нитка Куда-то не туда пошла Да, вы смотрите Когда вставляете Эти камушки Чтобы Низа Вот так Как у меня Видите Ниткой прошло Под Пришивание Биконуса И теперь Нужно мне Это дело Распутывать Ну, здесь Мы уже Сшиваем До самого Конца Ну, и Как я говорю Что дальше Вы Ну, плетете Я же говорю Все до конца На нужную Вам длину Ну, я надеюсь Что мой Мастер-класс Был вам понятен Потому что Я старалась Вот Ну, вот смотрите Как интересно Все получается Вот А у меня Видите Сегодня радость Я нашла Своё колечко Которое Считала Давно потерянным Поэтому Нужно Радоваться Мелочам Творить Красивые вещи На этом Всего Вам доброго Пусть у вас Все получается До свидания Редактор субтитров